Сидение в позе нога на ногу. Вы постоянно ищете, почему дискомфорт возникает. Что же происходит с тазом в этот момент? Такого не должно быть. Наши мышцы должны включаться и держать нашу осанку ровно. Многие пациенты ищут причину, ну как так, откуда образуется перекос таза. Что же делать, если такая привычка у вас есть, от нее очень сложно избавиться. Всем здравствуйте, друзья! Вы на канале Здоровый Рук. С вами я, Анастасия. И тема сегодняшнего нашего видео – сидение в позе нога на ногу. Полезно ли это? Можно так сидеть? И какие могут быть последствия? Поехали! Сегодня мне поможет Илья, наш реабилитолог. Он будет показывать позиции, позы, как вы сидите нога на ногу. Я буду рассказывать, чем это чревато. Начнем с первой позиции – это нога на ногу. Здесь вы, конечно же, многие узнаете себя в такой позе. Что мы чувствуем, когда кладем нога на ногу? В таком долгом положении мы, конечно же, можем почувствовать мурашки по нижней конечности, покалывание в икроножной части ноги. И, конечно же, в такой ситуации мы просто меняем на другую ногу. Почему это делать нельзя? Сейчас обратите внимание, пожалуйста, на картинку. Под коленной ямки выходит разветвление двух нервов. Это больше и малоберцовый нерв, который нервирует нашу нижнюю конечность. И в такой позиции мы их компрессионно передавливаем, нажимаем на них. В свою очередь, конечно же, нарушаем артериальный приток крови к ноге. И такой же венозный отток от нижней конечности. Поэтому такая позиция не должна присутствовать у вас в течение рабочего дня или когда вы работаете дома. Вторая поза тоже очень актуальна, особенно у мужчин. Здесь сильнее идут нарушения, потому что в этой позе, помимо того, что в такой позиции мы также передавливаем и больше берцовый нерв, и дополнительно икроножный нерв, который тоже нервирует нашу стопу, в такой позиции, когда еще любители мужчины разворачивают, я видела, вообще стопой вверх, мы перетягиваем связку голеностопа. То есть эта связка постоянно находится в растянутом положении. И, например, когда вы посидите 7-8 часов на работе в такой позиции, и после работы вы хотите пойти в зал или позаниматься спортом, или даже просто пройтись, вы можете чувствовать дискомфорт в голеностопе, постоянную боль. И вы постоянно ищите, почему этот дискомфорт возникает, и даже не задумывайтесь, что он может появляться из-за такого вот вашего положения, в котором вы находитесь 7-8 часов. Помимо этого, мало кто знает, из-за такого положения и постоянного перерастяжения связок стопы, это приводит к травматизации голеностопа и наших связок. При любой физической активности, даже минимальной, и при постоянном перерастяжении связок, конечно же, этот сустав более уязвим к травматизации во время тренировки. И третья позиция, вернее, первая позиция, но с другого ракурса мы посмотрим, что же происходит с тазом в этот момент. Попросим Илью, да, положить ногу на ногу. Первое, конечно, на что хочется обратить внимание, что когда человек сидит, закинувши ногу на ногу, спине очень сложно в таком положении держаться ровно. Поэтому, конечно же, автоматически мы компенсируем и округляем спину, что в дальнейшем приводит к ровной спине, то есть уходит наш физиологический изгиб лордоз в пояснице. Помимо того, что у нас округляется и расслабляется полностью все мышцы спины, нагрузка автоматически переключается на наши суставы и на наши связки, то есть на костно-связочный аппарат. Такого не должно быть, а наши мышцы должны включаться и держать нашу осанку ровно. Помимо этого, в такой позе у нас нагрузка на наши тазобедренные суставы и на наши мышцы поясницы приходится неравномерно. И это ведет к образованию функционального перекоса таза. То есть с одной стороны мышцы у нас спазмируются, с другой стороны мышцы у нас перерастягиваются. И когда ко мне приходят пациенты и ищут причину образования функционального перекоса, они даже не догадываются, что это может произойти из-за вот такой вот безобидной позы. Конечно, если вы в течение дня посидели 5 минут в такой позиции, это не приведет к образованию перекоса. Но если вы системно в течение рабочего времени перекидываете ногу на другую ногу, это, конечно, чревато последствиями на ваш позвоночник. И потом, конечно, когда вы ищете, как выровнять вашу осанку, как избавиться от функционального перекоса таза, вы идете к реабилитологу или идете в зал и выполняете физические упражнения, это может не приносить вам желаемого результата. Почему? Потому что ваша тренировка примерно занимает где-то час вашего времени, где в течение часа вы работаете над своими мышцами, над своей асимметрией, а потом в течение 7-8 часов вы опять точно так же даете неправильную нагрузку, закидывая ногу на ногу. И, конечно, тренировка часовая и 7-часовое сидение нога на ногу – это несопоставимо. Поэтому вы можете не увидеть результаты такого, который вы хотите. Вы спросите, что же делать, если такая привычка у вас есть, от нее очень сложно избавиться, я вас прекрасно понимаю. Поэтому, как альтернатива, я предлагаю вам пересесть на фитбол. Почему я предлагаю отказаться от привычного стула и пересесть на фитбол? Ну, во-первых, Илья продемонстрирует, что в положении, сидя на фитболе, очень сложно забросить ногу на ногу и удержаться в этом положении. Это нереально, потому что фитбол – это нестабильная поверхность, и, соответственно, усидеть в позе вашей любимой нога на ногу будет сложно. Не дает вам компрессионную нагрузку на позвоночник, потому что у вас нет статического напряжения мышечного. То есть во время сидения на фитболе вы можете выполнять круговые движения тазом. Что улучшит кровообращение в мышцах тазового дна, в нижних конечностях? Это не будет приводить к нарушению притока артериальной крови и оттока венозной крови. То есть у вас постоянно, грубо говоря, есть динамическая работа. Это большой плюс. В таком положении нет опережатия ягодичных мышц, которые, в свою очередь, делают приток крови в поясничный отдел. Ну и также, конечно, обратите внимание на красивую осанку Ильи, потому что в таком положении очень сложно на мяче округлить спину, поэтому вы всегда неосознанно будете держать вашу спину ровно. Помимо всего этого, это будет хорошая профилактика заболеваний органов малого таза, потому что в течение дня вы очень долго сидите на стуле и нарушаете приток крови в область малого таза. Рекомендуется, конечно, не сразу целый день сидеть на мячике. Чередуйте пока его со стулом. Час посидите на стуле, час на фитболе. Но вы уже заметите в ближайшее время, как вы избавитесь от своей привычки класть ногу на ногу. Мы, конечно же, желаем вам крепкого здоровья. Не забудьте подписаться на наш канал, если это видео было вам полезно. Не забудьте поставить колокольчик, напоминание себе. Наши видео выходят каждую неделю, и я думаю, что они будут очень вам полезны. С вами была я, Анастасия, и наш реабилитолог Илья. Спасибо, что были сегодня с нами. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok